Музыка Очередная попытка легального отъема денег у населения наверняка потерпит фиаско, потому что какими бы громкими ни были обещания, им не поверят. Потому что у жильцов этого дома уже есть горький опыт обращения за помощью в управляющую компанию. Года уже три назад был большой снегопад и сбрасывали лед. Работники жилконторы снесли вот этот козырек. Обращалась я в течение вот этого времени, трех лет. Ничего не было сделано. У меня по аварийной ситуации потек стояк отопления. Я две недели ходил, звонил, ходил, никакой реакции. Начинались морозы. Я уже пришел в эту жилконтору, совершил грубый поступок. Значит, ударил стулом по столу и сказал, когда это кончится. Там сидела дама, она сказала, так и так, это не мой участок. Я говорю, ну дайте мне этого человека. Я сейчас его порву просто. Потому что мне уже надоело. Она так оглянулась, написала. После этого какие-то дела пошли. Вот и в то же время я реально знаю организации, ТСЖ, всякие там дома, где все делается. Цапу надо крутить. Цапу. На, сам делай. Не, нельзя. Я Четланин. Уйди отсюда! Как советовать, так все Четлане. Как работать, так... Лепят черти что. Никто ничего не... Вернее, как дело. Что-то делается. А делается или правильно, никто не знает. То есть там крыша ремонтирует, ремонтирует. Как только дожди начались или снега, она течет. Если в каком-то месте, в географическом объекте, в жилом доме, все можно делать. Все шикарно. Везде плитка, пальмы, там все сияет. И не за большие деньги. Понимаете? Ну почему в нашем доме ничего нельзя? Даже хотя бы какой-то вот, ну, видимость некого благополучия, там, что здесь живут люди, что здесь не воняет, крысы не бегают, там, крыша не течет. Ну, просто же невозможно. Это рано или поздно вот это все развалится. Кладка, которая лежит там, как бы сама по себе уже, там, они просто под своим весом держатся, эти кирпичи. Мы же люди, нам многого не надо. То есть, живем хорошо. Все хорошо, значит, хорошо. Никаких разговоров. А как мы живем? Ну, мягко говоря, есть вопросы. В самое ближайшее время жильцы ряда домов Адмиралтейского района намерены выработать стратегический план совместных действий, направленных на борьбу с произволом управляющей компании. Мы вскрыли такие махинации с 2006 года. 2006 год, 2007 год, 2010 год. Вот эти документы тогда оформлялись. Документы по ремонту дома, выделению средств. Семь миллион тысяч рублей. От семьи до два. Администрации района, администрации и подрядной организации. Подрядной организации. А почему бы, чтобы вы поняли в совет жильцы? В лице жилком сервиса, да, жильцы даже не ставили в известность. Первый раз, вот сегодня услышали. Все не наши деньги там на течение времени. Все это будет, все это будет. Главный инженер района уже три квартиры себе купил. Вот, соответственно. Да, откуда? Откуда? Все это будет выясняться. Вот мошенничество. Вот эти квитанции, вот прямо она у людей. Вот, соответственно, эта квитанция и жилком сервисе не имеют права эти деньги в заключение. Жизнь начинается там, где начинается искание правды. И где оно кончается, прекращается жизнь. Люди ошибаются. Думая, чтобы не споткнуться, надо смотреть вниз. Надо смотреть вверх. И только вверх. И только вверх.